Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Должен ли современный мужчина трудиться в поте лица? Я думаю, речь все-таки в вопросе не о том, что ставить ли кондиционер на производстве, или в широтах каких, или зимой, или трудиться, или летом. А, конечно, о некоторой напряженности нашей земной жизни. На этот вопрос ответ вполне однозначный. Но разберем его постепенно и ступенчато, чтобы никаких сомнений не возникло. Действительно должен. И, более того, обрадую, хоть это к вопросу не имеет отношения, современная женщина точно так же должна трудиться в поте лица. Если мы начнем вспоминать историю нашего спасения, спасения не нашего личного, а спасения всего рода человеческого, то, увы, нам придется начинать с самого начала истории нашего грехопадения. И вот Господь изгоняет Адама и Евы из рая, и действительно, тут я говорил женщинам тоже, но говорит Адам, будешь в поте лица трудиться, чтобы добывать хлеб свой. И Адам трудится, и земля расширяет волчатые тернии. Но потом мы, в принципе, смотрим на историю Ветхого Завета и видим, что все-таки там Иосиф царедворец, что Господь в пустыне, когда изводит израильский избранный народ, то он там ману с небес дает, и даже перепелов, чтобы пища была не такой однообразной. Потом приходит в Палестину, там гигантская виноградная гроздь, и тоже кажется, что вот уже особо и напрягаться-то не надо. Ну да, завоевали Палестину, да, победили вражеские войска, да, потом вот приходят вроде всякие завоеватели, филистимляне, аманитяне, то есть все покушаются. Но когда все благополучно, когда человек рядом с Богом и по-прежнему ему поклоняется уже, не уклоняясь в идолопоклонничество, во грехи, то он может особо не напрягаться. Тут вопрос, конечно, еще про современности. Нас дополнительно расслабляет научно-технический прогресс, что можно там уже трудиться не руками, а нажимать на кнопки, причем не обязательно на кнопки компьютера, ну просто ты уже берешь большой каким-то агрегатом, станком, машиной специальной, той же сельскохозяйственной управляешь, и вроде уже труд не такой, как прежде. Но сохраняется один и тот же принцип. Принцип сохраняется, что, вот как Господь говорит, работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Вот этот призыв показывает нам, что пока мы не попали в Царствие Небесное, трудиться надо. Господь, изгнав Адама из рая, говорит, трудись по телеца, и это не проклятие, это некоторый совет. Совет. Будешь трудиться, меньше времени для греха останется. И этот совет сохраняется актуальным, вплоть до того, как человек в рай вернется. Да, сейчас мы в Новом Завете, да, сейчас уже не Ветхий Завет, да, уже сейчас врата райские открыты, да, мы спасены. Однако, все-таки, дорогие братья и сестры, одно дело спасение, которое для нас открыто, другое дело уже личный наш выбор и личные наши шаги, чтобы это спасение мы смогли взять. Как Господь говорит, Царствие Небесное берется силой. Вот по-церковно-славянски очень яркое слово «нудится», да, что вот именно через нужду, через усилие оно предпринимается. Ну, тут можно сказать, так вопрос же не про Царствие Небесное. Нет, тут очень опасно разделять, что вот сейчас я делаю что-то для спасения души, а сейчас я делаю что-то параллельное. Мы все Богу посвящаем. Наш труд, наш отдых, наши горести, наши радости, мы все делаем для того, чтобы наследовать Царствие Небесное и спастись. Точно так же мы должны воспринимать и наши труды, даже если они проходят в уютном офисе, и даже если это какая-то начальствующая должность, и много людей, которые рады нам услужить. Трудиться нужно. И более того, даже если у тебя есть миллиард, и тебе, в принципе, трудиться, ну, можно не трудиться, у тебя все, в принципе, есть, если ты не работаешь, то, увы, ты упадешь во грехи. Этому примеру, в принципе, нам дают современные СМИ, желтая пресса, которая следит за тем, как вот золотая молодежь, дети очень богатых родителей, которые не имеют необходимости трудиться, у них действительно есть деньги, дорогие машины и так далее, что они, да, вот подсаживаются на наркотики, попадают в пьяные аварии и так далее, и что это не приводит к счастью, это приводит только к греху. Для нас, все-таки, как для людей, которые отталкиваются от Священного Писания, очень важно свидетельство апостола Павла, которое он в своем послании к филосолоникийцам, к Солунинам, в первом послании, говорит. Итак, посмотрим вторую главу, девятый стих. «Ибо вы, помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работы, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Очень важно. Тут апостол говорит, что, ну, в принципе, он бы и мог, ну, его попщина покормила, люди гостеприимные, он проповедует им Слово Божие, но он показывает, как надо трудиться для того, чтобы они не расслабились, не подумали, «Ой, Господь нас спасет, Господь нас любит, ну, сейчас мы ничего делать не будем». Нет, очень важно. Мы видим, что и в Новом Завете труд сохраняется. Причем уже апостол Павел говорит не о деле благовестия, не только о том, что вот он как проповедовал. Нет, мы вспоминаем в другом месте, как он сам палатки делал, то есть вот некоторые труды, труды, которые очень-очень важны. Тут все-таки, опять же, вот уже дополняя вопросы, соответственно, дополняя ответ, потому что должен ли современный мужчина трудиться в поте лица, все-таки и про современную женщину это тоже самое относится. Евангельская весть абсолютно универсальна. Да, во Христе нет ни Иудеи, ни Иллина, ни раба несвободного, ни мужчины, ни женщины, говорит апостол Павел. Поэтому и дорогие братья, и дорогие сестры, пока что нам расслабиться целиком нельзя, должны трудиться в поте лица, должны отдыхать, должны радоваться, должны наполняться сил и снова трудиться. А уж как в Царствие Небесное попадем, то там уже все будет идеально, и там уже никакой труд нам не будет в тягость, потому что мы будем в постоянном общении со Христом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok